Это мясо? Мясо? Вороны? Это лук, запеченный в шелухе. В связи с карантином установлены такие перегородки стеклянные. Вот это национальное турецкое блюдо. А перед этим были еще суши. Или была рыба, тунец. Держи. Это очень хорошо. Это турецкое национальное, да? Да, турецкое. Остренькое, да? Да. Спасибо. Всем привет. В этом видео я покажу и расскажу, чем кормят в Египте. Ультра All Inclusive. Отель 5-звездочный. Называется Amara Marina Club и находится в Кемере. Сейчас я покажу, что у нас на завтраке. На завтрак у нас есть напитки, в том числе фреш сок. Честно говоря, не совсем уверен, что он 100% фреш. Но есть соковыжималка и очень похоже. По крайней мере, есть такой осадок фреш сока. Есть много различных булочных изделий. Сладкие, не сладкие. На выбор любые. Есть пончики жареные. И также есть пирог с мясным фаршем. Дальше у нас находятся различные сыры и колбасы. Я так понимаю, много есть национального здесь. Вареная колбаса, ветчина. Вареная колбаса с оливками. И большое разнообразие различных сыров. На любой вкус и цвет. Также есть кетчуп, соус, майонез. Есть еще различные булочки. Булочек много разных. На первое есть суп из чечевицы и даже вареная гречка. Также у нас есть каши. Овсяное пюре. И не переведено на русский, но звучит как сутлу-эрмик. Не знаю, что это такое. Молочная каша. Возможно, это манка. Всегда очень большие очереди за омлетом. Ну, это, наверное, основное блюдо на завтрак. То, что больше всего любят туристы. Омлет может быть с зеленью, сыром, с колбасками. Также есть блинчики. К блинчикам можно взять, к примеру, нутеллу или какой-то джем. И тоже очень вкусно. Кстати, сразу я не сказал, но, как вы видите, в связи с карантином установлены такие перегородки стеклянные. И выдают еду только отслуживающий персонал. А все за стеклом. Самим брать ничего нельзя. Такие меры предосторожности. Также есть у нас хлеб с яйцом и жареная колбаска. Также утром вы можете взять различные оливки, маслины. Они есть разных сортов. Также есть соусы, консервированные фрукты. И халва. Еще есть различные сухие завтраки. Овсянка, печенье, соломка. Также есть различные джемы, мед. А еще есть шоколад в виде нутеллы очень похожие. И есть очень много разных джемов, сухих завтраков и рахат лукум. Пожалуйста, на выбор. Если обратить внимание, на полу часто можно встретить такую разметку, предупреждающую о том, чтобы соблюдали дистанцию. Есть еще жареная смесь овощей. Перец, баклажан, луковые кольца и кабачок. Также можно взять помидоры с голландским сыром, яичница с помидорами и перцем. Сосиски. Картофель, запеченный в духовке. И есть два вида яиц с различным временем выдержки варенья. Есть трехминутные и пятиминутные. Также есть разнообразие зелени. Различные петрушка, укроп, мята, рукола. И несколько видов овощей. Помидоры, огурцы можно взять. И фрукты. Дыня, яблоки, слива. Кстати, столы расставлены также соблюдением социальных норм. Полтора метра между столами. То есть не больше четырех человек за столом. Это может быть больше человек, чем четыре. Но это будет семейный стол. То есть те, кто проживают вместе. Из напитков есть чай, кофе, капучино. Кофемашина небольшая, водичка. Алкогольные напитки с утра не выдают. Ну и различные соки еще есть. На этом по завтраку все. Итак, сейчас у нас начинается обед. И мы посмотрим, что у нас есть на обед. Есть у нас различные сыры. Фаршированный перец. Значит, смотрите, у нас есть некоторые турецкие национальные блюда. Вот это, да. Вот это национально-турецкое блюдо. Паста из йогурта, из брынзы. Потом у нас есть картофель по-деревенски. Партулак с йогуртом. Также есть острая конжутная паста. Хибеш. Пюре из гороха. Нут. Тахини. И что еще? Фаршированный перец и лодочка из кабачка. Это все и тушеные фаршированные кабачки. Это национальная турецкая еда. Вот такое вот оформление оно у нас выглядит вот так вот. Все красивенько стоит здесь. Также у нас есть ряд булочных изделий. Различные булочки на выбор. Кетчуп, майонез, соус, бульон куриный и суп из чечевицы. Кстати, бульон куриный я пробовал. Очень, в принципе, даже вкусный. Два. Чуть-чуть. Так, дальше у нас есть гювеч из курицы и гювеч из индейки. Также есть макароны с томатным соусом. Еще одни макароны с различными добавками. Перец, перец, морковь, помидор, спагетти. Картошка-фриз здесь, да, у нас? Ага. Здесь у нас спагетти и томатный соус. Дальше индейка, тандури. Надо нам, чтобы показали индейку. Индейка. Так, тандури. И у нас есть куриные рулетки. Дальше у нас рулеты с сыром. Рулеты с сыром. Луковые колечки, кстати, очень вкусные. И картошка-фри. Все это обжаренное в масле, очень калорийное, но очень вкусное. Курица в духовке. Курица практически есть всегда, каждый день. Вот такая запеченная, ее всегда достаточно. Здесь у нас различная зелень, оливки, маслины, салаты. Тоже очень-очень много всего. Есть большое разнообразие. Соусы. Нот с мясом. Курица с грибным соусом. Это у нас тюфтели в соусе. Картофельное пюре. Рис. И соте из телябины. Дальше у нас сладости. Сладости тоже большое разнообразие. Все красивенько оформлено. Любые сладости на выбор, на ваш вкус. Также есть различные фрукты. Яблоки, мандарины, апельсины, сливы, виноград, белый виноград, синий. Дыня практически всегда есть. Видел, еще были бананы, но почему-то только один раз. Еще всегда есть курица гриль. Она очень вкусная. И всегда есть рыба. Это у нас морской окунь на гриле. Там есть духовка. Они там готовят пиццу. Вот различные такие вот турецкая пицца. И плюс различные овощи гриль. Из напитков есть вода, чай, кофе, капучино. Есть вот такая небольшая кофемашина. Есть горячий шоколад, эспрессо. Водичка, как всегда. И также есть различные соки. Есть в том числе фреш апельсиновый. Алкогольные и безалкогольные напитки. И вино тоже все есть. И, кстати, есть еще мороженое. Можно шоколадное? Спасибо. Ужин немного необычно начинается. Так не всегда. Но сейчас, когда я снимаю, выглядит вот так. Напитки, виноград. Кстати, музыка играет первый раз за время ужина. Раньше не играла. Различные напитки. Алкогольные и безалкогольные. Коктейли. Турецкая музыка сегодня. Все в сопровождении турецкой музыки. Лепешки турецкие. Это мясо? Да. Мясо, да? Да, мясо. Уже попробую. Битана версена? Битана версена. Уже попробую. Держи. Это очень хорошо. Это турецкая национальная, да? Да, турецкая. Остренькая, да? Да. Спасибо. Национальное блюдо остренькое. Дали попробовать не мясо с овощами. Ну, в национальном стиле так. Мороженое есть. На самом деле, на ужин всегда есть какие-то особенности. Например, были суши. Или была рыба. Тунец слабосоленый. Сегодня это турецкая национальная кухня. Здесь у нас баклажаны тушеные. Рисовый плов с изюмом, корицей и орешками. Фаршированный перец. Ну, и там еще много-много всего. Кратко покажу. Пюре из гороха. Фаршированный картофель. Кабачки. Баранина с баклажаном и сыром. Котлеты из баклажана. Тушеные фаршированные кабачки. Пшеница. Пюфтели в соусе. Помидоры тушеные. Луковая котлета. Хлебобулочные изделия различные. И салаты. Овощи. И различные салаты. Также очень большое разнообразие сыров, рыбы. Перец, кабачок. Сейчас немного покажу. Цветная капуста. Баклажан. Овощные оладьи. Фаршированные баклажаны с фаршем и луком. Фаршированный баклажан. Перец. Огурец фаршированный. Очень много различных рыб. Есть. Тунец. Цыпленок. Копченая индейка. Также есть различные сыры. И еще есть жареные различные овощи. Помидоры. Картошка. Цветная капуста. Шампиньоны. Кабачки. Здесь у нас находится зелень. Оливки. Маслины. Огурцы. Морковь. Соусы. Для салатов. Салатные листья. И еще вот здесь вот различные соусы. Из первого на ужин у нас есть куриный бульон. И суп из красной чековицы. Тушеная телятина. Гювич из курицы. Также спагетти. Похоже то, что было на обед. Ну, вечером всегда много украшают. Делают красиво. Спагетти очень похожи. И макароны на то, что было в обед. Здесь у нас еще различные овощи. Салаты. Рис. Бобовые. Перец. Есть тунец. Белая фасоль с луком. Восточный салат из булгура с зеленью. Цветная капуста с маслом оливками. Пюре. Пюре из гороха. Фасоль с оливками. Паста из йогурта. Ну и очень много-очень много национальных различных блюд. Кебаб из баклажана. Рис. Котлетки. Картошка. Индейка. И курица. Картошка фри есть всегда. Есть двух видов. В виде чипсов и в виде палочек. Луковые колечки. Рулеты с сыром. То же, что было на обед, кстати. Это у нас тантуни. Национальный турецкое национальное блюдо. Тантуни. Это мясо? Мясо. Вороны? Вороны? Вороны. Птица? Вороны. Птица? Птица-ворона? Птица? Птица. Вороны. А, баран. А, баран. Вот, я думал, вороны. Тоже много разных сладостей. Названия все я не буду говорить, потому что их очень много. Они абсолютно разные на вкус. В основном национальные сладости. Пудинг, молочный десерт, яблочный десерт. Тортики всякие, вкусности. Так, и еще у нас на ужин есть фрукты. О, сегодня, кстати, что-то новенькое. Так, есть у нас фрукты. Яблоки, апельсин, слива, мандарин, виноград, дыня. В общем-то, как и на обед. Все то же самое. И есть еще у нас какие-то вот такие национальные, наверное, не знаю. Вот такие вот еще различные сладости. И они были здесь не каждый день. Сегодня встречаю их первый раз. Честно говоря, даже не знаю, чем они отличаются от тех сладостей, которые обычно. Но сегодня попробую. Посмотрим, что это. Но это еще не все. На ужин есть турецкая пицца и тушеные овощи. Кстати, интересный вот такой вот. А вы пробовали этот лук, да? Нет, это не попробовала. Прям интересно, что это. Что это лук, запеченный в шелухе. Здесь у нас мясо на гриле. Мясо и рыба на гриле. Мясная шаурма, кебаб из баклажана, мясной окунь на гриле. Кебаб адана, куриные крылышки, гриль и морской окунь. А можно брать прям полную бутылку, да? Бутылки нету, что понятно. Из напитков есть охлажденное вино, есть напитки алкогольные, безалкогольные, соки. Также из напитков у нас чай, кофе, капучино. Есть напитки с автомата, горячий шоколад, эспрессо и водичка, как всегда.